Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в ходе видеоселекторного совещания 10 января неожиданно для всех заговорил о пытках, продолжающихся в стране на протяжении двух десятилетий. Аудиозапись совещания стала доступна журналистам спустя некоторое время после мероприятия. Самое тревожное это то, что в Андижанской области продолжаются случаи получения показаний под применением пыток, насилия и издевательств. Вы все про это слышали, конечно, о противогазах и дубинках. У руководителя Андижанской области большой опыт в этом, в частности у Сабирова. Я не зря его отправил в эту область. Эти игры с дубинками, противогазами – это вещи из прошлого, они нужны в Узбекистане. Весь мир смотрит на нас. Каждый день в интернете выходит по тысячу статей об Узбекистане, минимум 700-800. Даже в Эфиопии пишут об Узбекистане. Каждый наш шаг находится под контролем мирового сообщества, сказал Мирзияев. Примечательно, что заговорил Мирзияев о пытках только сейчас. Существует множество доказательств того, что применение пыток в Узбекистане на протяжении правления Мирзияева не прекращалось. На это указывают и международные правозащитные организации, и публикации в соцсетях жителей страны, родственников жертв пыток, либо самих пострадавших от рук силовиков. Эксперты считают, что в отличие от своего предшественника, Ислама Каримова, Мирзияева очень беспокоит его собственный имидж реформатора, особенно на Западе. И его высказывания никоим образом не связаны с заботой о народе, а всего лишь преследуют популистские цели. Более того, он сделал акцент на то, что во всем мире пишут ежедневно о пытках в Узбекистане, и по этой причине их нужно прекратить. То есть в вопросе пыток Мирзияева больше беспокоит его испорченный имидж, нежели искалеченные и убитые жители страны. Продолжение следует...